Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это утро встречает вместе с нами и по традиции коротко о знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, сегодня Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода, День рождения короля Норвегии Харальда V. В 1784 году порт и крепость Крыму получили название Севастополь-порт и крепость Крыму. В 1816 году в Петербурге венчались принц Вильгельм Аранский и великая княжна Анна Павловна. В 1848 году Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали манифест Коммунистической партии. В 1920 году была образована Государственная комиссия по электрификации России. В этот день в разные годы родились такие известные люди, как российский император Пётр III Фёдорович, русский художник и скульптор Фёдор Толстой, французский композитор Лео Дилип, русский и советский живописец, народный художник РСФСР Пётр Кончаловский, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Вера Алинтова, британский актёр театра и кино, режиссёр Алан Рикман, советский и российский дипломат Виталий Чуркин, российский эстрадно-певец, лидер группы Любе, народный артист России Николай Расторгуев. Далее нашу программу продолжит Москва. Не переключайтесь! Отчего так в России берёзы шумят? Отчего белоствольные всё понимают? У дорог, прислонившись, по ветру стоят, И листву так печально кидают? Я пойду по дороге, простору я рад, Может, это лишь всё, что я в жизни узнаю? Отчего так печальные листья летят? Под рубахою душу лаская, А на сердце опять горячо-горячо, И опять, и опять без ответа, А листочек с берёзки упал на плечо, Он, как я, оторвался от веток. Посидим на дорожку, родная, с тобой, Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит, И старуха махнёт на прощанье рукой, И за мною калитку закроет. Отчего так в России берёзы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, А последнее их западает. А на сердце опять горячо-горячо, И опять, и опять без ответа, А листочек с берёзки упал на плечо, Он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо-горячо, И опять, и опять без ответа, А листочек с берёзки упал, Он, как я, оторвался от веток. Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика». Сегодня среда, 21 февраля. Новая общеобразовательная школа на 264 места, Оснощённая самым современным оборудованием И адаптированная для детей с ограниченными возможностями, Открылась в ауле в Савчадахе Хабейского района. Ранее учащиеся обучались в аварийном здании школы, Возведённой 100 лет назад. В образовательном комплексе площадью более 5000 квадратных метров Созданы все условия для обучения и развития учащихся. Тему продолжит Альбина Охтова. Строительство объекта шло два года По программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации Новых мест в образовательных организациях» И завершилось в конце 2017 года. Глава Карачаева Черкесии Рашид Демрезов Принял участие в торжественной церемонии открытия новой школы, Входящей в состав современного образовательного комплекса «Школа плюс детский сад». За короткое время в нашей республике Проведено немало работы по развитию сферы образования И обеспечению доступности образовательных услуг Для всех категорий граждан. Построено 16 школ и более 50 детских садов. При этом мы стараемся, чтобы и в городах, и в сельской местности Появились одинаково современные и комфортные образовательные объекты. Скажу честно, такой красивой школы, которую мы сегодня открываем, Построенной в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Позавидует любой город, Сказал на открытии Рашид Демрезов. Школа оснащена по последнему слову техникой. Здесь работают прекрасные и опытные педагоги-наставники. Это образовательное учреждение стало уже третьей новой школой, Которая появилась в Хабиевском районе за последние несколько лет. Отсюда выйдут дети, которыми будет гордиться Не только наша республика, но и наша страна. Вместе с тем, руководитель Карачаева-Черкесии отметил, Что повышение качества обучения И обеспечение доступности образовательных услуг Для всех категорий граждан Приоритетное направление в работе руководства республики. Рашид Демрезов добавил, Что в самое ближайшее время Юные жители аула Псаудядахи Смогут посещать современный детский сад, Возведенный в составе нового образовательного комплекса. У нас все больше и больше детей Вот эти годы пойдут в первый класс. С каждым годом у нас увеличится количество детишек, Которые идут в первый класс. Точно так же, как и количество детей, Которые идут в детский садик. Мы смотрим, какое количество у нас детишек в старших группах, Понимаем, что это те дети, которые пойдут в первый класс. И с каждым годом у нас такое количество детей растет. Я такую задачу поставил, И сам перед собой, перед своими коллегами, О том, чтобы мы ушли от второй смены В ближайшие 2-3 года. И мы на это нацелены, И видим в этом инициативу нашего президента, И поддержку правительства Российской Федерации. Ну и изыскиваем свои источники. Мы достаточно активно строим и реконструируем нашу школу. Новое современное здание, Отвечающее всем нормам и требованиям, Состоит из четырех блоков на двух этажах. В здании, рассчитанном на 264 ученических места, Имеется современный спортивный зал, Оснащенный необходимым инвентарем. А также библиотека, актовый зал на 210 мест, Мастерская, кабинеты хореографии, черчения И артистическая уборная. Школа оборудована для детей С ограниченными возможностями здоровья. В здании школы имеются пандусы И специализированный лифт Для учащихся колясочников. Благодаря этому, ученик 7 класса Аскер Унароков Впервые пошел в настоящую школу. Для школьника и его родителей Это большая радость. До этого Аскер обучался на дому. Сейчас он наравне со всеми ходит в школу. Для него это двойная радость, Так как он может проводить много времени со сверстниками, Рассказала мама Аскера Жанна Унарокова. Мы не знали, что так будет вообще. Что по высокой технологии, Что со всеми удобствами, И что мы можем даже приходить как к себе домой. На дворовой территории школы Расположены современное футбольное поле И многофункциональная спортивная площадка С уличными тренажерами. Кроме того, по современным стандартам В детском саду оборудован пищеблок, Оснащенный современной техникой, А также хозяйственно-бытовые помещения. Путаются мысли, и рука дрожит, Сердце вдруг забьется, а потом болит. Что-то мне тревожно, а сумерки в душе По пустынным улицам я иду к тебе. Помню очи грустные и слова мои, Нам все это быстро, да, видно, нарекли. Мысли вереницою спать мне не дают, Новых есть страницами открывая путь. Встретимся ли снова в парке у реки, Где кувшинки белые были так легки, Где два белых лебедь, а верность берегли, Нам с тобою встретиться может помогли. Помню очи грустные и слова мои, Нам все это быстро, да, видно, нарекли. Мысли вереницою спать мне не дают, Новых есть страницами открывая путь. Дождь слезою плачет у окна, Этим хмурым вечером как ты мне нужна. Где-то загорает искорьки свечи, Пламя робко бьется за сумраком ночи. Помню очи грустные и слова мои, Нам все это быстро, да, видно, нарекли. Мысли вереницою спать мне не дают, Новых есть страницами открывая путь. Продолжаем эфир Республиканского радио. Сегодня среда, 21 февраля. Одной из ключевых задач Министерства здравоохранения Карачево-Черкесии Является совершенствование работы первичного звена. Особенно там, где по независимым от врачей причинам много недостатков. Это и отсутствие необходимых медикаментов, Медицинской аппаратуры, А также нехватки больничных койко-мест для лечения в стационаре. Несмотря на все недостатки и неудобства, Как для пациентов, так и для врачей, Медики оказывали больным всю необходимую помощь. В пример можно привести Урупский район. Здесь в системе здравоохранения нет случайных людей. Основная часть медиков – это люди, влюбленные в свою работу, Стремящиеся максимально помочь нуждающемуся, Хотя это сделать иногда не так-то просто. Работу затруднял и тот факт, Что район является отдаленным от республиканского центра. Да и населенные пункты расположены разрозненно. В результате не все больные могли воспользоваться направлением На более полное обследование или же лечение. По словам главного врача Урупской центральной больницы Ларисы Черноземовой, Медики прилагали все усилия, Чтобы пациент как можно быстрее победил свою болезнь. На сегодняшний день ситуация изменилась в корне в лучшую сторону. Штат почти укомплектован. Есть вакансии лишь узких специалистов. Обо всем этом рассказала нам в беседе сама Лариса Николаевна. Урупская центральная районная больница представлена центральной районной больницей, Которая находится в поселке Медногорском, Районной поликлиникой, которая находится в поселке Преградной, Куржиновской участковой больницей, которая находится в этом же поселке, Десятью фапами и тремя домовыми хозяйствами, Которые находятся в поселке Загидан, На Дамхурсе и на Пхее. В амбулаторно-поликлинической сети работают специалисты 15 специальностей. Это, конечно, и участковые терапевты, и участковые педиатры, Акушер-гинекологи, стоматологи, нефрологи, офтальмологи. То есть специалисты 15 профессий работают в амбулаторно-поликлиническом звене. Главным участком лечебного процесса является стационарное лечение. А за счет федеральных программ сделан большой прорыв. Лариса Николаевна не без гордости рассказала об отделении сестринского ухода. Стационар представлен следующими профилями. Это терапевтическое отделение, хирургическое отделение, Акушер-гинекологическое отделение, отделение педиатрическое, инфекционное отделение. На базе участковой больницы у нас находится отделение круглосуточное терапевтическое, отделение дневного пребывания больных. На базе участковой больницы также у нас находится отделение коэксистинского ухода. То есть там находятся люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации и получают там медицинскую помощь и социальную помощь. Они находятся у нас там более шести месяцев. После окончания этого периода мы либо продолжаем с ними договор, либо расторгаем по инициативе как бы один их сторон. На базе этого же отделения существует отделение палеоативной помощи, где находятся люди, которые страдают опасными заболеваниями онкологическими, которые требуют длительной реабилитации и выхаживания с помощью медицинских работников. Одним из достижений системы здравоохранения района является современное оснащение медицинских учреждений. По программе модернизации здравоохранения у нас была получена стационария лапароскопическая стойка, на которой мы проводим оперативное лечение. Мы имеем УЗИ-аппараты, которые три из них стационарные, один перенастой. У нас имеется рентгенологическое отделение, которое представлено тремя аппаратами. У нас имеются аппараты-валенты, у нас имеется холтер-адех, ЭКГ-исследования, у нас имеются энцефалографы. Также по программе модернизации у нас есть аппараты, которые служат для исследования фиброгастроскоп, эндоскоп, аппарат для бронхоскопического исследования и гастроскопического исследования. У нас имеется 9 единиц санитарного транспорта, которые с 2016 года мы получили 3 машины скорой помощи. Учитывая этапность оказания помощи и маршрутизацию, санитарный транспорт из Урубского района, конечно, имеет большое значение. И поэтому спасибо главе администрации и нашему Минздраву о том, что оснащению, комплектованности лечебного учреждения уделяют большое внимание. Кроме того, в клинико-диагностической лаборатории у нас имеются биохимические, гематологические анализаторы. То есть имеется все необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи, учитывая, что мы находимся на первом уровне оказания помощи. Иногда выздоровление пациента зависит от первой помощи или же врачей первичного звена. Главврач Урубской центральной больницы заверила, что теперь каждый житель района может получить грамотную, специализированную помощь, не выезжая за пределы района. Она также подчеркнула, что в стационаре проводится множество операций, как рядовых, так и высокотехнологичных. В стационарной медицинской помощи, как я уже сказала, представлена терапевтической и хирургической профилю. В хирургическом стационаре нами оказывается, учитывая, что мы отделение первого уровня, мы проводим оперативное лечение. У нас есть лапароскопическая стойка. С 2014 по 2016 год мы довольно активно внедряли в практику гинекологическую эндоскопию. С 2016 по 2017 год занимаемся эндоскопическими операциями хирургического профиля. Наш доктор-хирург Кухов Арсен Юич прошел специализацию и обучение на рабочем месте и теперь успешно выполняет данные виды оперативного лечения для жителей Урубского района. Хотя опыт у нас не настолько огромен, но наше желание и стремление освоить этот метод оперативного лечения очень велико. Подводя итог нашей беседы с главврачом Ларисой Черноземовой, можно с уверенностью сказать, что оказание первичной медицинской помощи в Урубском районе организовано на высоком профессиональном уровне. Жителям остается лишь вовремя обратиться в лечебное учреждение и получить всю необходимую медицинскую помощь. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На волне радио Карачева Черкесии информационно-музыкальная программа «Республика». У православных христиан начался Великий пост. Во время поста человек может молиться о боли сосредоточенно. Его связь с Богом становится ощутимее. Верующему становится легче. Верующему становится легче анализировать свои поступки, делать правильный выбор. В нашей традиционной православной рубрике моя коллега Руфина Ковалева беседуюсь с пресс-секретарем Пятигорской и Черкесской епархии отцом Михаилом Самохиным о правилах воздержания предписанных верующим. Свет православия. Слово. Мир. Человек. Отец Михаил, благословите. Бог благословит. Отец Михаил, вот у православных христиан пост очень ответственный в жизни каждого верующего человека период. И вот скажите, пожалуйста, почему в православной церкви перед праздниками был установлен пост? Пост – это не только и не столько пищевые ограничения для человека, сколько отведенное церковью время духовного сосредоточения. Всякий праздник православной церкви требует от нас не стороннего созерцания, не просто отмечания в своем календаре очередной даты. Церковный праздник требует от нас живого соучастия и сопереживания тех событий, которые, как мы верим, происходили не только тысячи лет назад, но и происходят в нашей жизни сейчас. Именно поэтому нашу душу к такому соучастию, к такому сопереживанию нужно готовить. Готовить молитвой, готовить покаянием, готовить телесным постом. Именно поэтому церкви предусмотрены специальные многодневные периоды такого воздержания и молитвенного духовного сосредоточения для верующих, чтобы их сопереживание праздника было более полным, более ярким и таким, которое действительно помогает человеку приблизиться к Богу. А вот скажите, пожалуйста, что бы Вы посоветовали человеку, который считает себя верующим, но строгих канонов православной церкви не придерживается, и он все-таки хотел бы испробовать себя в посте? Пробовать себя в посте я бы советовал, начиная со сред и пятниц. Это самый длинный православный пост. Среды и пятницы почти всего года, за исключением некоторых недель, некоторых небольших периодов года, все среды и пятницы являются в православной церкви постными днями. Начинать нужно с них. Сначала это может быть только пятница или только среда, потом среда и пятница, и уже потом имеет смысл брать на себя подвиг поста многодневного, потому что с непривычки довольно оказывается тяжело и искусительно держать многодневный пост. А среда, ну что такое там один день или пятница, это гораздо легче, с этого стоит начать. А вот скажите, пожалуйста, как человек может понять, что пост приносит ему все-таки благо? Что происходит с человеком в течение того периода, когда он держит пост? Какие-то, может быть, внутренние душевные изменения в человеке, конечно, происходят. Не всегда они открыты даже самому человеку, не всегда они столь явны, как нам бы того хотелось, но понятно, что мы постимся правильно, если усиливается у нас искушение, если мы становимся более чувствительными к обидам, если мы становимся более вообще духовно чувствительными, значит, мы идем правильным путем ограничения плотских своих проявлений. Мы для того делаем плоть нашу немного более голодной, чтобы дух наш смог взять на дни власть и снова сделаться более чувствительным к окружающему. Если мы видим, что наше сердце становится немного более чутким, более добрым по отношению к окружающему, то мы идем верным путем. Причем это добро не всегда должно быть ласкательством каким-то окружающим, поглаживанием по головке и елеем таким изливаться на души ближних, что вот какой же ты хороший и любимый человек. Иногда добро бывает с кулаками, иногда добро – это отнять бутылку водки у алкоголика и ее разбить. Иногда бывает добро – это отнять у наркомана дозу и выкинуть ее, несмотря на то, что я думаю, что будут эти люди очень горячо против такого поведения протестовать. И вот мы тогда постимся правильно, когда мы чувствуем, что в нашем сердце немножко больше стало добра. Ну и вообще тогда, когда мы стали чувствовать, что пост не приносит плода, такого, как бы мы хотели, значит, он действительно приносит плод. То есть пост заставляет нас чувствовать свою греховность, пост заставляет нас видеть грехи, открывает нам наши духовные очи. Если мы вдруг понимаем, что мы выходим из поста, как нам кажется, гораздо более грешными, чем мы в него вошли, это хорошо. Это значит, что мы немножко научились видеть свои грехи. Это тоже полезно. Ну вот у некоторых бывает совершенно наоборот. Вот они начинают поститься, а своих грехов, как бы думают, вот какой я хороший, начал поститься, и наоборот начинают входить в искушение. Это, может быть, можно назвать гордыней. А вот, может быть, Вы посоветовали бы какие-нибудь молитвенные правила? Ну таких людей Господь, как правило, смиряет, смиряет явным, явным образом. Обычно либо пост вдруг нарушается, либо какие-то еще обстоятельства житейские приходят, которые быстро отрезвляют человека и сбивают пыль с ушей. Получается, что когда мы находимся в таком состоянии, ах, я вот пощусь, ах, я вот такой хороший, святой практически человек, пора ним на голове прорезать. Это и есть то самое фарисейство, о котором говорится в Священном Писании. Это страшная духовная болезнь, когда мы считаем себя лучше ближних, лучше окружающих, лучше тех, кто не постится. Причем вот какие мы святые, вот мы постимся. Всегда Господь таких людей сам смиряет. И вдруг они начинают нарушать пост, вдруг у них получается что-то там такое, что заставляет их понять, что держат они пост, в общем-то, не благодаря себе, а благодаря помощи Божией, благодаря поддержке Господа. Что касается молитвы, здесь все индивидуально. У каждого человека православного должна быть такая роскошь, как духовник. Тот священник, которым они постоянно исповедуются, с которым они делятся трудностями своей духовной жизни. И именно он, видя состояние и настроение каждого конкретного человека, может и должен советовать правила какие-то конкретные для каждого православного в особенности. Я же, в общем, могу сказать только одно. Очень помогает чтение постом псалтири. Чтение псалтири не только великим постом, но и любым многодневным постом очень помогает и очень здорово излечивает от вот этих вот проявлений некоторой духовной гордости. Бывают такие ситуации, когда постящийся человек попадает за скоромный стол, где присутствует там мясо, колбаса, и компания не знает, что человек постится. Стоит ли ему говорить своим друзьям, что он постится? Либо он может этим самым спровоцировать у них, допустим, там, ну, скажем, не зависть, а вот скажут, он не такой, там, как мы или что-нибудь. Вы знаете, каждая подобная ситуация индивидуальна. И в житиях святых мы знаем самые разные варианты развития ситуации, подобных обстоятельств. Во-первых, нужно понять, что это за компания, почему они накрыли в пост скоромный стол. Если эти люди действительно не знают, что имеет место быть в пост, но, тем не менее, они благожелательно относятся и к церкви, и к самому факту того, что человек может поститься, об этом можно сказать, сказать, что сейчас идет пост, можно я там скушаю вот овощи, какие-то, какую-то там, значит, мандаринку, у вас вот тащу апельсинку или что-то такое подобное, и буду спокойно себе с вами общаться. Вот. Если люди не очень доброжелательно относятся к православию, можно, в этом случае их не скушая, просто кушать овощные блюда. И только уж если совсем такие обстоятельства, когда вот уже прижало, и ничего есть, и не есть нельзя, и есть нечего, кроме скоромного, тогда, конечно, приходится, воздыхая, воздыхая, идти на нарушение поста. Но, опять же, это нарушение поста должно быть компенсировано в последующем более строгим соблюдением постных дней, совершением молитвенного правила и, конечно, покаянием. Напоминаю, вы слушали очередную программу из цикла «Свет православия». О значении поста и о том, какую пользу он приносит верующему человеку, журналист Руфина Ковалева беседовала с пресс-секретарем Пятигорской черкесской епархии отцом Михаилом Самохиным. Песня «Свет православия» 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 3, плюс 8, в горах минус 2, плюс 3, на дорогах утром местами гололед, в горах выше 1000 метров лавина опасна. В Черкесске преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 5, плюс 7. День главного выбора страны. День, который решает судьбу России. День, который определяет наше будущее. Выборы президента Российской Федерации. День, когда важен каждый голос. 18 марта 2018 года состоятся выборы президента России. Если в этот день вы будете далеко от дома, то сможете проголосовать на любом удобном для вас избирательном участке. Для этого заранее подайте заявление о включении вас в список избирателей по месту нахождения. Подробнее на сайте цикрф.ру. Голосовать легко. На этом информационно-музыкальная программа радио Карачаева Черкесия «Республика» подошла к концу. Над выпуском работали корреспонденты службы информации, звукорежиссеры и оператор монтажа Мурат Аджиев. В студии работала Болду Байрамкова. Мы прощаемся с вами. Желаем всем удачного дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова